Все лето товарооборот помеж областями склау коля 30 миллионов долларов и у поравнаний с отповедным летачним периодом сменьшился омаль на 17%. При этом скорочение белорусского экспорта у выклика на упершую чергу снижением поставок молочной продукции, а так само пластмасс и выработок их. Разом с тем, на думку Бакоу, зараз есть махчимость не только выправить ситуацию, а лей повеличить объемы взаимных поставок. У приватности на початку наступного года Гомельщину наведуют представники деловых колов Нижегородской области, які разглядят варианты реализации белорусских товаров у Россию. А прочатаго огучены планы по взаимопоставках сельско-господарчей техники и створении суместного предприемства по станкобудаванне. У якости одного из вариантов разглядается махчимость открытия СП на базе заводов станка Гомель и станошных узлов. Ясше один на керунок для супрацовництва – будовничая сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и нашей фирмы могут участвовать здесь. Министр строительства Беларуси Черный выезжал к нам. Такая задача поставлена. Вчера мы обсуждали с директором холдинга станкостроительного с Будковым Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Размова не обмежовывалась только экономичными пытаниями. Гомельские и Нижегородские регионы объедновывая и военная минулая. Сергей Петров подчас встречи рассказал о праце по заховании памяти об героях Великой Эчинной, якая проводится по всей территории России. После чего старшиня Аблвыконкама Владимир Дворник пропоновал наведать лоев. У центра городского поселка знаходится аллея со стелами, на яких размещены имены 365 героев Советского Союза, людей, які измагалися на лоевском плацдарме. Всярод их есть и былые же хары Нижнего Новгорода. Керовник представительства российского региона смог больше доведаться об знакомитой битве за Днепр на лоевском участку. После чего усквал к ветке добротырского похования. В ходе встречи навод прогучала идея о проведении суместных пошуковых мероприемств на Гомельщине. Головная мета яких – выхование молодзи у духу патриотизма и захование военной памяти на долгие годы. Воспитание, которое мы дадим нашему подрастающему поколению, то мы, собственно, и получим у себя на старости. Великая Отечественная война. Любой народ, который не помнит, который не имеет памяти, он обречен. Я считаю, я этому уделяю максимальное внимание.